Подарки, угощения, танцы и песни этого дня дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, ждали с нетерпением. Благотворительный праздник «Не бойся мы с тобой» стал уже традиционным в республике. В этот раз он прошел также массово и весело. Мадина Каракетова подробнее. Около 500 детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, стали участниками праздника. Организаторы Министерства труда и социального развития Карачева-Черкесии, а также благотворители, в частности, жительница Армавира Ирина Хевсокова. Эту женщину с добрыми глазами дети-сироты называют мамой. Она частый гость в детском доме забота, и ее визит всегда сопровождается весельем и подарками. Вот и сегодня Ирина Хевсокова приехала не с пустыми руками. Микроавтобус «Газель» стал подарком заботе еще такой же Дом престарелых и инвалидов в Черкесске. А в ресторане «Дель Вейс» гости этого праздника, в числе которых также дети из семи, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, ждали еще больше подарков, артисты и угощения. На сотворение этого фруктового торта у мастеров Пятигорской компании «Идеал» ушло около 13 часов. 70 килограммов фруктов, 400 порций мороженого, а из фонтана лилось 15 килограммов молочного шоколада. Сотрудник компании Эдуард рассказывает, что его коллеги все это готовили с особым старанием, ведь это лакомство предназначено для того, чтобы порадовать детей. Мы хотим сделать чуточку мир добрее. Это наш девиз, чтобы в мире меньше было деток вот такого плана, чтобы мы могли дать капельку тепла от этого ни от кого не убудет, только будет плюсом. Маленьких гостей и их сопровождающих развлекали известные артисты Северного Кавказа. Они вместе с организаторами праздника исполняли в этот день желания детей. Ирина Хевстокова признается, что знает точно, чего хочет каждый ребенок, к которому она едет в гости. Она собирает эти желания, часто созваниваясь и переписываясь с ними. А в их исполнении ей помогают ее семья, друзья и даже незнакомые люди, которые хотят сделать что-то доброе. И счастливые детские глаза – самая большая награда для них. Мы, знаете, как рождены на этот мир для того, чтобы приносить добро друг другу. Видеть голодного соседа, больного ребенка, инвалида, защитить обиженных родителей. Вот это меня и двигает всегда. Я не одна, очень большущая группа благотворителей. Призываю всех почаще быть с нами, быть всем вместе, одним большим кулаком в этой республике и поддерживать наших прекрасных детей. Воспитанники детского дома «Забота» признаются, что с нетерпением ждали этого дня и не ради подарков, а ради самого праздника и новой встречи со своей благодетельницей, которая для каждого из них найдет теплую улыбку и доброе слово. Она очень хороший человек. Она многое для нас сделала и делает. Я от Ирине Рамадана чувствую тепло, радость. Что я хочу сказать и пожелать ей, чтобы она долго жила и была счастлива, здоровая. Министр труда и социального развития Харачева-Черкесия Мурадин Кимов выразил огромную благодарность людям, которые занимаются благотворительностью и благодаря которым этот день стал одним из счастливых для детей-силок и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Благотворителям он вручил благодарственные письма. Хевсокова Ирина Рамазановна постоянно вместе с нами знает день рождения всех наших детишек. Без внимания, без заботы никого не оставляет. И хочу, чтобы это добротко, которое они делают, адрес наших детишек, чтобы добрым сердцем, добрым отношением, чтобы вернулось им, их родным и близким. Ни один ребенок не ушел из праздника обделенным. Вместе с подарками и хорошим настроением детям благотворители подарили и надежду, что мир очень добрый, и они обязательно будут в нем счастливы. Мадина Каракетова, Аслан Баташев, Вести, Карачаево, Черкесия.